В эфире Аржуна Кришна Даса. Сегодня мы вещаем из Тюменского центра Харе Кришна. Тюмень — это такое место, которое стоит на болоте, окружено болотами. И везде здесь болото. И даже если вы будете бурить скважину для воды, то у вас и там будет болото. А болото — это что? Это много полезных ископаемых. Поэтому, когда я пробурил свою первую единственную скважину в Тюмени около своего дома, а потом сдал на анализ воду, то там оказалось превышение железа в 80 раз, чем надо. Превышение марганца в 40 раз. То есть можно просто брать и тут же на этом месте рудник устанавливать и разрабатывать полезные ископаемые. То есть это вот богатая тюменская земля. И недостаток всего этого — это, так как это болото, то это повышенное влияние тамагуны. Но сама по себе эта местность находится под влиянием добрых деятелей. Здесь все идет размеренно, ровно, сыто, богато, потому что железо превышает 40 раз норму. 80 раз. Это проявляется так, что набираешь эту воду, ставишь ее греться на огонь, и она, пока закипает, становится черной и покрывается пленкой масла еще сверху. Вот, наверное, еще и нефть, естественно, поэтому пленка масла сверху. Вот поэтому здесь преобладает такое влияние, смешанное влияние саттва-тамаса. Саттва-тамас — это состояние деда Пхишмы. То есть он находился в саттва-тамасе. Вот так Кришна сам об этом говорит в Махабхарате. И поэтому здесь все размеренно и медленно. Но так как движение санкиртаны необходимо расширять, поэтому нужен конструктивный разум, конструктивный раджас. Здесь спонтанный раджас в этом месте не помогает. Потому что когда начинаешь действовать спонтанно и активно, то просто никто не может сначала понять, что происходит, а потом все говорят, нет, нам так не надо. Поэтому то, что для Екатеринбурга хорошо, для Тюмени смерть. В Екатеринбурге, так как там раджас, преоблюдающий влияние, поэтому и там еще планеты стоят с Раху-Скету в определенном аспекте. Поэтому там что хочешь, то и делай. И все сойдет с рук. Но при этом все взорвется вокруг. Но будет хорошо. Но здесь этого не получается. Размеренное, спланированный раджас здесь очень хорош. Это означает, сначала запланировали, потом приблизительно расписали по дням, неделям, месяцам и годам, а потом постепенно сделали. И тогда все получится. Таков мой опыт. Я живу во многих городах уже и деревнях. Мой опыт такой. Он не абсолютный, конечно. Это мнение не абсолютное, но оно на основании жизни, опыта жизни в Челябинске, в Курдане, в Екатеринбурге. В Перми немножко жил. Вот такие здесь дела, товарищи. В связи с этим мы будем читать сегодня шриман-бхагаватам, размеренно спланированный нашими преданными, расписанный по дням, неделям. Наверное, вы заметили, что кто-то здесь читает бхагаватам раз в неделю, кто-то раз в две недели, кто-то раз в месяц. Это все можно проследить. Почему? Потому что это спланированная страсть. Под влиянием гуна-добродетели. Итак, читаем шриман-бхагаватам песнь, пятая глава, девятнадцатая. Величие Бхарата Варши. Текст двадцать второй. ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ КИМДУШКАРАЕР НАХКРАТУ ПХИСТА ПОВРАТАЕР КИМДУШКАРАЕР НАХКРАТУ ПХИСТА ПОВРАТАЕР КИМДУШКАРАЕР НАХКРАТУ ПХИСТА ПОВРАТАЕР Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 просто взять и изменить что-то быстро поэтому самое лучшее это передавать сознание кришны на том языке на котором говорят люди живущие в этой местности и вы можете подумать сказать о чем разве не на русском языке говорю дело в том что мы с вами говорим когда обращаемся людям говорим на смешанном индийско английском языке то есть шива правопада написал книги как представитель данном случае как человек выросший в индийской культуре он их написал но он насколько мог адаптировал их английскому интеллекту культуре и так далее насколько мог потому что все-таки какие-то отголоски английской культуры были в индии потому что они где-то была британская колония и он учился в ирландском колледже и он имел представление о том что такое английская культура английское поведение что такое английский джентльмен так далее поэтому когда он приехал в америку он более менее освоился там быстро если бы это приехал из деревни человек какой-то то вряд ли он смог бы так освоиться даже будучи чистым преданным скорее всего но представьте американцы восприняли послание школы правопада но они это пропустили через свое свой образ жизни через свои привычки и поэтому когда американские гуру искон поехали в россию то вот этого добавилось то есть индия и америка и приехали в россии и у нас уже получилось такое индийско английское сознание кришны с примесью российского образа жизни культуры интеллекта эмоции всего вот этого но это трудно все меняется медленно и и поэтому все еще мы с вами используем слово реализация которая является я не знаю как это сказать с точки зрения русского языка вообще непонятно чем потому что реализация означает продажи то есть у нас говорится когда я реализовал то советские люди то есть мы русские то есть мы здесь живем для большинства людей это означает продажи то есть я реализовал товара на такую-то сумму вот и если мы говорим в обычным людям вот я реализовал то-то и то-то то человеку просто его это собьет с толку или как она я помню девяностые годы а у нас же принято говорит авторитет означает авторитет и авторитет то есть все авторитет на и в россии авторитет это значит но человеку которого самый большой пистолет авторитет считается в основном то криминальный авторитет уголовный там еще какой-то партийные авторитеты и я помню когда на людях говорил вот это вот сочетание это знание очень авторитет на то люди они такие то есть сразу что-то такое такое как бы партийные авторитеты найти что то есть что-то в этом плане вот это вот ассоциация парадигма они же их же так просто не сломать а откуда взялось слово реализация от слова realization что буквально переводится на русский язык как понимание или осознание self realization означает самоосознание самопонимание а у нас просто ну взяли начали это проговаривать реализейшн реализейшн и первые переводчики гуру из кон которые приезжали они не вполне были русские люди кто-то из них было с прибалтики кто-то из грузии кто-то еще армении то есть русских то мало было переводчиком ну и начали говорит реализейшн и наш переводит в реализации а и реалаист переводит я реализовал то есть нормально экстази переводит экстаз хотя экстази по-русски означает восторг если буквально посмотрите не означает экстаз тоже но когда мы говорим слово экстаз по-русски то у большинства людей это что-то связано и знаете там наркотический экстаз религиозный экстаз что такое не вполне употребимая в жизни если мы говорим слово восторг я испытываю восторг или меня торкнуло то есть кто-то скажет я испытываю такой экстаз человек подумает странно какой-то экстаз испытывает поэтому важно очень так подавать научиться то есть это прямо задача человека который хочет действительно посвятить свою жизнь распространению здесь сознание кришны он должен научиться по-русски говорить с людьми по-русски и также современных понятиях скажем так в современной действительности поэтому вот что мне навевает например такая фраза как барата варша это особое место родившись там человек получает возможность вознестись не только на райские планеты на непосредственно в царство бога то есть и как я могу это по-русски сказать например или из точки зрения науки и техники я могу например сказать приведя аналогию со стиральной машины например это грубо может быть предположим вот как вот донести что означает что родившись барата варша человек получает возможность вознестись по-русски на ну хорошо здесь ведь дан механизм так сказать и режим определенный режим который срабатывает при определенном стечении обстоятельств например я подхожу к стиральной машине стечении обстоятельств заставила меня постирать вещи надо постирать я подхожу к ней я смотрю на ее табло там есть режим мягкая стирка грубая стирка шерсть шерсть быстрая стирка отжим полоскание видите я как осведомлен потому что четверо детей означает что мне приходится стирать периодически раньше по крайней мере и я должен изучить это все я должен понимать если я нажму режим быстрой стирки то машина будет стирать 29 минут как написано там если я добавлю к этому режим полоскание двойного то машина будет стирать 36 минут там прямо на табло такое есть вот если я нажму мне нужно шелковые вещи постирать то это означает что отжим должен быть не более 800 оборотов а то и лучше 400 иначе шелк просто развалится поэтому я выбираю 400 или 800 оборотов не больше вот из создав вот эту комбинацию я нажимаю пуск и и машина работает как заявлено производителем все если она не работает как заявлено производителем я вызываю мастера который меняет там сломанный автомат вот этот компьютер или еще что то вы все современные люди вы знаете о чем речь то же самое в этой вселенной то есть ее сделали конкретно мы приложили инструкции совершенно четкие инструкции которые называются веды эти инструкции причем периодически корректируются в соответствии с меняющимися условиями вы можете в банковском кредите или там в какой-то инструкции всегда пишется что значит эта инструкция значит можно использоваться для вот таких-то таких-то типов машин также создателям могут быть производителям могут быть внесены изменения по его усмотрению и мы это все учитываем мы это учитываем вот что означает действительность ведическая то есть само устройство вселенной если вы посмотрите вот сейчас будет по-моему дальше очень интересная вот эта песня очень интересная если человек действительно прочитывает эту песню эту песню Бхагаватам с точки зрения науки и техники то он просто реально видит что вот эта вселенная она устроена чистым механистическим образом как юла если вы почитаете бхагаватам юла просто то есть средний мир смотрите это джамбудвипа это наш мир он простирается от границы до границы вселенной то есть где-то 4 миллиарда километров вот так вот прямо данные цифры затем к нему приделана гора Мандара она приделана вот так вот конусом вниз то есть приделана и там где-то вверху она приделана к чему-то понимаете и кто-то ее крутит по определенной траектории как юлу то есть она вращается вокруг нее вращается еще солнце по своей траектории которое тоже там к чему-то приделана законом гравитации то есть очень интересно очень но мы не можем этого увидеть в нашем измерении мы можем видеть вот вот это, это, это и это Лакшмина Рая на прагу слышал в одной лекции он приводил какую-то шастру в которой прямо описано, что мы жители земли видим окружающую реальность в трех измерениях это означает, что мы если мы возьмем кубик то мы видим у него три грани задние стороны мы не можем увидеть поэтому видя в трех измерениях мы видим окружающий нас мир как шар диаметром 16 тысяч километров и окружностью 40 тысяч километров вот как-то так и это написано в шастрах это ученые современные они померили окружность земли 40 тысяч километров и по моему диаметр да, 16 тысяч километров как-то они вычислили и в шастрах прямо написано воспринимаемый нами мир воспринимается нами как шар диаметром 16 тысяч километров и окружностью 40 тысяч километров. Это в шастрах написано. То есть ученые просто подтвердили выкладки шастер. Итак, достаточно механистическая вещь. И вот здесь также провозглашается, что тот, кто рождается в Баратаварше, включается в его жизни определенный механизм. Механизм состоит в том, что прямо вместе с рождением ему дается определенная опция, механически заложенная в функцию его тела уже. Опция состоит в том, что он получает билет на райские планеты, скажем так, если говорить таким языком, как бонус. То есть может воспользоваться этим при определенных условиях. Или же непосредственно уехать за пределы материального мира. Можно сказать, конечно, вознестись. Но само слово вознестись уже указывает на какую-то религиозную секту. Он вознесся. Но если мы говорим «уехал», а где он? Уехал. Ушел. Ушел. Уехал. Куда уехал? В Америку уехал. Кто-то в Америку уехал, кто-то в Голландию, кто-то на Голлоку. В Риндавану уехал. Понимаете, если мы вот таким языком будем говорить людям, то мы будем приближать их мировосприятие, просто благодаря языку нашему, мы будем приближать их к пониманию. Голлоки, Вриндаваны и так далее. И вот здесь, например, прямо целая группа опций перечисляется. То есть Кришна перечисляет целый набор опций. Смотрите. Те, кто поклоняются полубогам, родятся среди полубогов. То есть механизм. Это просто механизм. Механизм, который поддерживается Личностью Бога. То есть он этот механизм ввел, он его заявил, провозгласил, дал гарантии, что этот механизм будет работать. И гарантия означает, что если этот механизм не работает, то он приходит и лично его исправляет. Вот в чем состоит гарантия производителя. Если говорить совершенно конкретным, грубым, вульгарным материалистичным языком. То есть вы покупаете машину по гарантии, вам дается инструкция, гарантийный талон. Если по гарантии машина не выполняет своих функций, производитель обязан исправить ее бесплатно. Если гарантированный срок выходит, то уже за деньги. Понятно? Все просто. Также точно здесь производитель, в данном случае верховная личность, тот, кто произвел эту вселенную, мы говорим сотворил. Но знаете, слово сотворил, оно также вызывает определенную ассоциацию людей. Поэтому мы можем сказать, произвел, создал, сконструировал, выпустил. Мы спокойно можем это слово. Наша вселенная была выпущена 150 триллионов лет назад. Была выпущена под такой-то маркой и так далее. А почему нет? Ведь это совершенно механистические вещи. Но так как они обличены в такие слова, скажем так, торжественно-религиозные, то и возникают вот эти парадигмы. Сначала они вырастают, а потом убирают суть. Кто убирает? Ну, глупые религиозные деятели, которые просто сами не понимают, они, но харизматичные. Глупые, харизматичные. Или умные. И они что делают? Они просто по своему желанию трансформируют что-то для того, чтобы управлять людьми. То есть люди, находящиеся под влиянием такой страсти, со злым умыслом даже могут это сделать. Причем никто не заметит этого. Но это произойдет из поколения в поколение. Могут прямо планы такие состроить. Такие демоничные люди. И в результате мы видим то, что мы видим сейчас. Оторванность, глобальная оторванность настоящего миропонимания от возможностей людей сейчас. То есть люди введены в заблуждение средствами массовой информации, к числу которых относится современное образование. Это просто средство массовой информации, действительность, которая специально была создана для того, чтобы вводить людей в заблуждение. Я даже подозреваю, что современное образование было создано массовое для того, чтобы продвинуть теорию Дарвина. У меня такое есть подозрение специально, потому что теория Дарвина создалась в середине XIX века, а всеобщее массовое образование, вдруг неожиданно появилась такая вот идея, такой бзик появился. То есть люди жили миллионы лет без всеобщего массового образования, как-то справлялись, и вдруг появляется всеобщая идея, такая прогрессивная идея, чтобы все умели читать, писать, считать, и знать, где находится на географической карте Адис-Абеба или Монреаль. Вот так вот. Кому это надо? Зачем? Вот решили и все. И это началось аккуратно после того, как теория Дарвина возникла, уже в начале XX века образование стало приобретать формы массового. И туда везде, посмотрите, записали теорию видов, борьба за существование, теорию происхождения человека и так далее. И прямо с детства нас учат этому в школах, все еще ведь учат, да, Сундари, что мы от обезьян произошли. И я тут слушал на днях одного известного экономиста Хазина, и он прямо так от всей души говорит, ну мы же от обезьян произошли. То есть человек, заседающий, бывший советником президента по экономическим вопросам, говорит такую глупость. Можно понять, что, ну потому что вырос в советской системе под влиянием средств массовой информации вот этих вот, советской системы образования. Вот поэтому, так давайте вернемся, данные механизмы здесь, то есть производитель гарантирует, что если человек совершает определенное механистическое действие под названием поклонение полубогам, то он родится, то есть гарантированно родится среди полубогов. Если человек поклоняется духом и привидениям, то есть поклоняется это, опять же, такое слово, поклонение, оно носит такой религиозный оттенок, да, то есть мы можем сказать по-другому, как по-современному это сказать. Заносит откат. Можно так сказать. Как вот этот же Хазин сказал, современные лидеры сейчас, у них метод оптимизированного отката на уровне существования государственного управления. То есть оптимизация отката идет. То есть коррупция на глобальном уровне. Фактически это то, что вот эти схемы, которые здесь приводятся, это коррупционные схемы. Они введены специально, то есть коррупция это естественное занятие с точки зрения управления Вселенной, потому что здесь по-другому нельзя. Здесь нужно всем давать откаты. То есть вносить, заносить определенные суммы денег для того, чтобы механизмы работали. То есть хочешь, чтобы дожди шли, нужно занести определенный откат Индри. Занесешь, будет работать, не занесешь, не будет работать. Подтверждение тому, это история холма Гвардхана. Поклонение. То есть там же тоже и произошло. То есть жители Вриндавана, которые всегда эти откаты заносили, вдруг решили не заносить. Почему? А какой-то им пацан сказал. Вот это вот современным языком говорить, он так и выглядит. То есть мы тут жили хорошо, счастливо, нам заносили и заносили. Мы, то есть нормально, хорошее взаимодействие. То есть они нам занесут, мы поделим, еще занесем. То есть нормально. Вдруг они раз, то есть дорожку перекрывает нам. А когда дорожка-то перекрывается, что делать? Нужно эти разборки наводить. Это естественно совершенно нормально. То есть с современным языком таким, вульгарным, материалистичным говорить. Но людям это все понятно. Зато люди сразу же понимают, а вон он что оказывается. Там-то у них тоже коррупция существует. Причем коррупция на государственном уровне официально узаконенная. Другого пути нет. Другого метода не существует. Этому придается форма исполнения долга. Но посмотрите, к чему приводит исполнение долга без осознания вертикали власти. Оно приводит к тому, что Индру, значит, ему очередной, так сказать, чемоданчик не занесли. Он тут же идет, разборки наводит. И не просто, а видать, чемоданчик такой хороший был, серьезный. Серьезный, скорее всего. Если он решил уничтожить Вриндаван просто потому, что ему какую-то там пуджу не сделали, это означает, что плоды этой пуджи, говоря нашим религиозным языком, а если по-русски, вот эта вот сумма была, скорее всего, очень серьезная. То есть жители Вриндавана очень хорошо делали, так сказать, чемоданчик собирали. Из века в век, скорее всего, из поколения в поколение. И заносили туда. А тут раз пацан какой-то говорит, да не будем мы это заносить, папа. А давайте мы не будем. А что ты за чемоданчик несешь? Вот мы же в современном таком, что там у тебя в чемоданчике? Сынок, тут деньги, зачем? Ну, потому что если не заплатим, нам это самое, воду перекроют. Понимаете? Вот так вот, если говорить, воду перекроют. Слушай, а он должен тебе воду-то давать-то? Независимо от чемоданчика, ведь. Это же его долг, воду давать. За копейку причем. А что ты ему чемоданчики носишь? Ну, у нас так повелось. Так давай это все обломим, зачем нам это надо? Ну, давай. Как скажешь, сынок. Все, и понеслась, и понеслась. Чемодан не занесли, вон-то что это такое? Пойду их, это самое. И выглядит это так. Эй, савартыка, ну-ка иди всех там залей, громами и молниями и градом засыпь. Это буквально означает, то есть, посылается специалист по ликвидации, буквально, зачистка, или отряд. Вы идите вперед, а я за вами. А вдруг не выйдет, а вдруг там действительно что-то серьезное, потому что, ну, он уже понимал, что что-то, наверное, серьезное там происходит. Вот, поэтому идите-ка вперед, я за вами приду, значит, там все зачистите, всех перестреляете, этих негодяев, все уничтожите там, пусть знают наших. Это, ну, сейчас это происходит, посмотрите, направо-налево, что-то не понравилось, пошел с гранатомета, бахнул в это, в офис. Все? Все? А почему? А потому что должен был платить, не заплатил. Бахнул из гранатомета, все умерли, те, кто выжили, сделали ремонт, платят. Понимаете, да, о чем речь? Поэтому, ну, тут приходит верховная личность, то есть, буквально, первый, как у нас говорят, знаете, он знаком с первой. С папой еще говорят, про президента у нас так говорят, с папой знаком, то есть, он его друг, и все. А точно друг? А давайте проверим. Хочешь, проверяй, как бы я в курсе, тебе надо, ты и проверяй. В тот раз накатил, ему бах, там, ответка пришла, причем жесткая, точно. Вот это весь источник вечного наслаждения, он на этом построен. Весь Бхагаватам на этом построен. Вот именно Бхагаватам, он почему провозглашает Кришнасту, Бхагаван Своям? Потому что это все время забывается. Все время находится кто-то, кто там себе две руки приделывает. Каменька в уступку, этот самый знак Шри Ватсу на грудь приклеивает. Или это не приклеивает, а подкрашивает этим. Чем отбеливают волосы-то? Перекисью водорода. Этот самый, как его, Паундрака, царь Паундрака. Он что сделал, он себе две механических руки приделал. Значит, сделал такой наподобие камня Кауступха. Значит, подкрасил перекисью водорода себе здесь. Ну как, часть волос на груди. И все, и на Кришну наехал. Причем конкретно, он говорит, ты это самое, ты кто? Я же Нараяна. А ты кто? Почему у тебя мой зонтик? Отдавай мой зонтик. И Кришне, когда прислали это письмо, послание, да, он его прочитал просто в присутствии в зале собрания царя Угарсена. Они там просто угорали вообще. Там весь зал просто со смеху помирал. Как будто, знаете, у них этот был уральские пельмени шоу. Что-то такое. Знаете, или КВМ, или Задорнов выступил. То есть, что-то такое было. То есть, они просто так сильно смеялись, что, ну, вообще, то есть, понятно, что какая-то глупость там. Какая-то анекдот им рассказали. И все, Кришна просто пошел, разобрался с ним. Причем натурально, как реальный пацан, если говорить современным языком. Подходит и говорит, ты кто? Я вот этот. С чего это вдруг ты этот? Ну, потому что. Ну, сейчас я тебя грохну. Грохнул. А, ты попробуй. Хлоп, и все. И не просто, а так вот отрезал ему, срубил ему голову. Потом просто взял вот эту вот голову, кинул ее. И ему голову отрубил. Потом царю каши голову отрубил, у которого тот гостил. По-моему, драка. Пинком просто взял там, знаете, как, пнул ее туда, как футбол. Закинул ее в город. Народ увидел, прилетел мячик какой-то. Подходят, голова. Думают, чья голова. Смотрят, кто ж царь наш? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, открывают ворота, говорят, прости. Не признали. Вот все. Если говорить современным блотным языком, все очень просто. Поэтому можно истории источника весного наслаждения рассказывать в тюрьме вот таким языком. И это будет выглядеть очень даже правдоподобно и, главное, авторитетно. Мы немного отдалились. Обычно жители Бхарата Варши следуют предписаниям Вед и совершают пышное жертвоприношение, чтобы вознестись на райские планеты. То есть механизм вот этот используют. Но что толку в подобных достижениях? Как объясняется в Бхагавадгите 9.21, исчерпав плоды жертвоприношения, раздачи милостыней и других своих благостивых поступков, живое существо вынуждено вернуться с райских планет на Землю и снова терпеть муки рождения и смерти. Кшине, Пунье, Мартья, Лукам, Вишанти. Но тот, кто разовьет в себе сознание Кришны, вернется к Кришне. Янти, Мат, Яджино, Пимам. Вот почему полубоги иногда жалеют, что родились на райских планетах. Они корят себя за то, что в свое время, живя в Бхарата Варши, не воспользовались возможностью вернуться к Богу, а вместо этого соблазнились райскими удовольствиями и потому в момент смерти не вспомнили лотосные стопы Господа Нарайины. Итак, каждый человек, родившийся на Земле Бхарата Варши, должен следовать наставлениям Верховной Личности Бога. Яд Гатва Нани Вартанте Тадхама Парамамама. Надо постараться вернуться домой к Богу, на планеты Вайкунхи или на высшую планету Духовного Мира, Галоку Вриндавану, чтобы жить там вечно, в блаженстве и знании, и наслаждаться общением с Богом. Буквально эти слова можно по-современному, если говорить так, перевести. Не на того выставку поставили. То есть, ну как, знаете, а у меня друг там, а у моего друга папа замминистра культуры или там этого самого земледелия, не знаю какие там, министра экономического развития. А у моего там такое-то. Так они же меняются. И у них причем так вот, если мы посмотрим на уровни вот нашего элит, так сказать, они очень сильно об этом всегда беспокоятся. У них вот эта ротация постоянно идет. Ветер только в одну сторону дунул. Сразу там, знаете, что происходит? Там обвал на фондовой бирже или подъем наоборот. Это же все связано. Почему? А потому что кресло под кем-то зашаталось. Под каким-то министром кресло зашаталось. А почему кресло зашаталось? А потому что выпил и не закусил. Сел на машину, поехал, сбил какого-то человека. И это журнолюги засняли. И начали тут. Все, кресло зашаталось. Уже не спасает там его положение, еще что-то. Уже общественное мнение и так далее. Понимаете, да? Вот то же самое происходит на высших планетах. Полубоги — это преданные Кришны. Однако они неофиты. Они хорошо исполняют свои обязанности. Но периодически у них бывают вот эти вот, знаете, косяки, говоря современным языком. Или недочеты в деятельности, скажем так. Тут перепили немного. Тут подрались с кем-то. Тут начали выяснять отношения. Очень хорошо вот это вот показано. Кто-то из вас, может быть, наиболее терпеливый, может быть, просмотрел кино «Шайни Дэв». 300 там, скольки серийные, не помню. Я просмотрел. Ну, потому что было время просто посмотреть. И настолько там хорошо показаны вот эти взаимоотношения между управляющим Солнцем, Луной, Сатурном, Марсом. Там же все у них правители есть. И они между собой у них, ну, конечно, существуют определенные терки. То есть терки, разборки, что-то происходит. И они постоянно, у них весь этот фильм, бесконечное выяснение отношений, стрелки, разборки, убийства, я не знаю. И сидишь, смотришь, думаешь, что же у них там-то, наверху так-то. Так оно так и есть. Потому что это материальный мир. Здесь по-другому не бывает. Здесь все корыстные люди, даже очень хорошие, все равно корыстные. И все равно себе на уме. И все равно под себя гребут. И даже долг свой выполняют, но все равно, то есть, как у нас принято, то есть долг-то выполнил. Площадку детскую построил, но цены завысил. Почему? Ну, потому что могу. Потому что взял подряд, отдал своим людям, написали сумму такую-то вместо такой-то. Это самое. Да, это поделили между собой. Излишки поделили пополам. У них так же происходит. Немножко поблакопристойнее, потому что они все-таки джентльмены, но все равно это происходит. Поэтому Кришна и говорит, чего ты к ним это самое привязался? Ты не на того ставку делаешь. Кресла у них шатаются, демоны на них наезжают постоянно. Между собой они постоянно разбираются, и все время что-нибудь там происходит. Сколько им не заноси, в определенный момент ты можешь просто все потерять. И даже если ты туда заедешь, туда наверх, ну сколько ты там можешь находиться? Сколько ты понаходишься, сколько ты походишь по этим дворцам, попьешь самарасы, а потом обратно нужно ехать, потому что срок закончился, все, пора обратно ехать. Поэтому Кришна и говорит, поставь ставку на меня, потому что у меня все стабильно, подо мной кресло не шатается, законы природы на меня не действуют, я их сам устанавливаю. И те, кто со мной живут, они всегда сыты, одеты, обуты, у них все хорошо, счастье, сколько угодно. Ну просто одно условие есть. Отношения должны быть бескорыстными. И это проповедь для материального мира. Или другими словами, такие инструкции Кришна Богован дает жителям материального мира, потому что мы настолько обусловились, мы в таких парадигмах, что мы по-другому и не понимаем. Жителям Галоке Вриндавана не нужно говорить, будь со мной бескорыстен. Потому что у них это на уровне природы действует, вечно. А нам нужно включать опцию бескорыстия. Это опция. Нам ее нужно включать, или, как это говорится у нас, развивать смирение. А культивировать почтение. Можно по-русски сказать включить опцию. Например, я слышал от Гопала Кришна Госвами, он так говорил, у него спросили, а что такое гордость и смирение? Он говорит, гордость и смирение это две опции. А он просто компьютерщик, ну то есть, или кто-то там, не знаю, такой вот технического порядка человек был до того, как Саньясу принял. Он говорит, это две опции гордости и смирения. Какую хочешь, такую и включаешь. Мне нравится больше включать опцию смирения. Он так говорит. И это понятно, да, нам, современным людям. Поэтому нужно культивировать в себе так сказать правильное мировосприятие и распространять среди людей сознание Кришны на том языке, на котором живут жители. И с тем уровнем интеллекта, скажем так, или культуры, привычек, которые здесь существуют постепенно, возвышая, очищая эти привычки и добавляя что-то хорошее. Постепенно, очень постепенно. Вот так, вкратце. Харе Кришна. Может быть, какой-то вопрос есть. Я немного это зафилософствовался. Вопросы? Дополнения? Мы даже раньше графика выбиваемся. Всего-то еще 12 минут. Или по закону. Да. Там вот интересно вы говорили про входа богов. И это брикад Багавадам, когда бог Кумар попал на спаргаловку, он тоже удивился, что сначала он подумал, что здесь все хорошо, потому что на земле он видел, что вообще люди ссорятся, а там получше. Но в какой-то момент он заметил, что у них тоже есть зависть, гнев, жадность, вожделение. Ты ему подумал, что здесь не самое удушение следует. Да, все сравнение познается. То есть приезжаешь в новый город. Что такое райская планета? Это новый город или новая страна. Приезжаешь туда и там сначала классно как. Как вот каждый год ездили много лет в Польшу или в Индию, например, приезжаешь из России. Но другая же культура. Энергии другие, взаимоотношения по-другому. И в Польше приехали такие вежливые все. Прямо аж. И это прямо аж сбивает с толку. То есть думаешь, какие они джентльмены, какие они вежливые, какие они культурные, какие они как это сказать, почтительные. Ничего подобного. Ничего подобного вообще. Это на первый взгляд так кажется. А в действительности я помню мышцы с Харинамой и я играл на Мриданге. Это еще год, наверное, 2003, может быть, 2000, какой-то изначальных. и я такой иду, только приехал из России, иду, все такие поляки улыбаются, машут руками, там, родители с детьми с колясками стоят по обочинам. Ну, как мы идем, а там же дорожки узкие, и они просто отходят в сторону, чтобы нас пропустить. И все, и вот сидит этот мальчик маленький, и я иду, играю на Мриданге и так раз, ну, сколько ему года, три, наверное, в коляске, и отец, и мать. Я к нему подхожу и что-то его так по голове погладил, просто, просто погладил по голове. Ну, что тут такого-то? Блин, я не знаю, они как начали на меня орать. Вот эти культурные, вежливые поляки. Просто, я думал, они сейчас меня убьют вообще. То есть, ну, ладно, мы мимо прошли, и все еще там эти вопли стояли сзади. А потом я начал понимать, почему же они вежливые такие. Просто начал изучать историю, культуру. Они вежливые, потому что через кровь, через бесконечное насилие, инквизицию, убийство, борьбу за существование. То есть, история Европы это кровавая история просто. И поэтому, они вежливые в отношении, вот, как у них. Вот это вот моя сфера, а это твоя. Ты ко мне не лезешь, я к тебе не лезу. Но стоит только тебе залезть чуть-чуть в их сферу, которая, как им кажется, это их все. Все. Суды, адвокаты, полиция, комитеты эти все гендерные, как они называются, ювенальные. То есть, страшное дело. И у них это нормально. То есть, у них раз там, схватились, надавали друг другу и опять улыбаются. В Америке это совсем нормально. В Америке там такие взаимоотношения между людьми, там так подрезают друг друга. Причем, это на уровне природы. Обмануть конкурента или кинуть друга, это совершенно нормально. Кинул, обманул, встретились, обнялись. Ну, ты ж прости меня. Что делать? Ничего личного, только бизнес. Все. Это у нас сейчас показывают в фильмах. Ничего личного. Бум. Только бизнес. То есть, я к тебе, индивидуальный народ. Бум. Все. Вот это вот, там так же существует это. Весь мир пропитан вот этими вещами. Этого нет на Галоке Вриндаване. Потому что в основе жизни на Галоке Вриндаване лежит Ахайтуки, Апратихатам. Беспрерывное, бескорыстное, преданное служение. Оно там беспрерывное, потому что оно не имеет личного мотива. Мотив только один. Порадовать любимого. Все. Больше там мотива нет. И Кришна сам проявляет вот эти взаимоотношения. И все его создания, они проявляют такие же взаимоотношения. Взаимные отношения. Поэтому практика Бхакти-йоги помогает развить вот эти бескорыстные взаимоотношения с Кришной и жить счастливо уже в этом мире, уже на земле. Для этого нам общество Вашнавов дано с вами, чтобы научиться бескорыстному взаимодействию, привлечь внимание Кришны таким образом. мы здесь друг с другом общаемся, чтобы привлечь внимание Кришны своим бескорыстием друг к другу. И когда мы его внимание привлекаем таким образом, он видит, кредит доверия его по отношению к нам вырастает, он видит, что мы все более и более бескорыстны, и постепенно мы получаем возможность вернуться туда, то есть заслуживаем этого права вернуться туда, где абсолютное бескорыстие и абсолютная любовь. Это Галука Вриндавана. На этой радостной ноте давайте закончим. Грантараси Матбагла там ки? Да. Суброглада ки? Да. Джай, суброглада ки? Да.